Президент Казахстана Касым Жамар Такаев поручил законодательно запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Земельный вопрос для казахстанцев очень важный вопрос. Земля – это символ нашей государственности. Я несколько раз говорил о том, что земля иностранцам не продается. Нужно прекратить слухи насчет этого. Поэтому я принял конкретные решения. Во-первых, я поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается юридических лиц с долей иностранного участия, сказал Такаев. Глава государства добавил, что данные меры надо реализовать с помощью законодательной инициативы президента. Администрация президента должна разработать соответствующий законопроект по этому вопросу, добавил Такаев. После массовых протестов граждан в 2016 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий на нормы, касающиеся вопроса аренды сельхозземель. В декабре 2021 года истекает срок моратория на отдельные положения земельного кодекса, касающиеся сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев поручил правительству возобновить работу земельной комиссии. Сообщалось, что до ноября Кабмин должен внести поправки в земельный кодекс. Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что сейчас ведется работа по формированию земкомиссии в Казахстане. Дорогие друзья, настоятельно рекомендую вам не пропустить этот ролик на нашем канале. Вот небольшой превью к нему. Друзья, сегодня для вас одна занимательная притча, которая повествует о том, какой существует действенный метод управления государством, страной, как выясняется и современным Казахстаном, уже изревле известный и распространенный при всякой разной, если хотите, диктатуре или авторитарной абсолютной власти. Самая первая и решающая необходимость такой власти – это повиновение преступников. Однажды молодой преемник обратился к своему дряхлеющему от старости отцу, хану, за советом. «Скажи, отец, как мне управлять ханством после тебя, чтобы держать отданное подчинение?» «Все очень просто, сынок», – отвечал старик. «Скажи, отец, как мне управлять ханством после тебя, чтобы держать отданное подчинение?»